И буквально в три клика посмотреть какой-то тикер. Можно посмотреть, например, тикер GASP или тикер E-BAM от компании предыдущего докладчика. Вот, соответственно, в чем концепция сервиса? Сервис, как сказал Тимофей Российский, основатель расположенный в России. Все знают крупные, достаточно торгово-аналитические платформы. Их не так много, и они обладают массой достоинств, но и некоторыми недостатками. В частности, они привязаны к одной операционной системе, и они привязаны, скажем так, они не всегда просты в использовании. То есть к ним надо как-то привыкать, они не всегда интуитивно понятны. Ну и главное, что они достаточно дорого стоят. Вот, поэтому мы приняли этот челлендж и решили создать сервис, который бы отличался тем, что у него не было бы таких недостатков. Соответственно, создали сервис TradingView. Упор был на простоту использования. Здесь, к сожалению, я не буду показывать на слайдах, но вы можете посмотреть сами в своих смартфонах, как это используется, как это работает. Значит, это платформа торгово-аналитическая информационная, ориентированная на частного ритейлового инвестора, трейдера, где он может проанализировать какие-то бумаги, какие-то акции. Значит, что стоит отметить? Платформа нравится клиентам. Практически 10% роста каждый месяц. Месяц к месяцу мы показываем без каких-либо рекламных вложений. Значит, у нас действуют, работают 60 разработчиков. Есть офис в России, офис в Соединенных Штатах Америки. Что важно, мы ориентированы на глобальный рынок. То есть, большинство наших пользователей, вообще-то говоря, англоязычные. Вот, тем не менее, есть российская локаль, мы так называем, то есть, российская версия сайта. Есть также версия для Японии. Сейчас мы запускаем локаль для Великобритании, для Индии и для испаноязычного населения. Значит, почему мы сделали такой классный продукт, который всем так нравится? Потому что, в основном, он из-за того, что был большой опыт разработки терминалов. Команда, которая сделала TradingView, до этого сделала продукт, который, может быть, многие из вас знают, называется MultiCharts. То есть, опыт достаточно большой. Соответственно, платформа абсолютно открытая, мы готовы предложить ее для использования, реализации и брокеров, и финансовой компании. Ну, давайте для начала про брокеров расскажу, что мы можем предложить брокерам. То есть, это, по сути, готовый веб-терминал, который брокер может интегрировать, использовать либо у себя, либо, соответственно, на своих серверах, либо использовать на нашем сайте. То есть, мы готовы брокеров подключать. Это, как бы, продукт кроссплатформенный. То есть, не нужно ничего инсталлировать, не нужно ничего скачивать. Вы просто, как бы, выходите в интернет, соответственно, любой браузер, практически любой, ну, современный, скажем так, браузер, и это все работает. То есть, сразу убирается вопрос, там, совместимости с какой-то операционной системой. То есть, этого нет. Продукт работает через браузер. Соответственно, он, как вы уже поняли, ориентирован именно на мобильные устройства. То есть, кроссплатформенный, 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 если можно так выразиться. То есть, вы практически просто берете и работаете с любого устройства, которое у вас есть. Что важно еще, наверное, функционал полностью сохранен. То есть, это тот же полнофункциональный торговый терминал. Обычно, если мы видим какое-то там мобильное решение, это, как правило, какой-то узкоспециализированный, там, как-то обрезали, вот, и что-то оставили, какие-то очень базовые сервисы. У нас полноценный торговый терминал, полноценная аналитическая платформа, работающая через бэк. Я думаю, что это, наверное, одно из ключевых отличий. Мы работаем с некоторыми западными брокерами, соответственно, в России. Вообще, мы терминал запустили не так давно, в 2015 году, и уже сделали некую интеграцию там с рядом брокеров. Основной, я бы назвал, наверное, платформу CQG, через которую работают большинство западных, ну, не большинство, но очень многие, я думаю, что вы знаете, западные брокеры. Значит, при выборе брокера на сайте вы можете выбрать, либо, так называемый, paper trading, или тема торги. То есть, вы можете...